Доброе утро! До экзаменов остаются считанные дни, а уверенность в своих знаниях снижается и тревожность накатывает волной. Это все первые признаки большого стресса. С волнением можно и нужно бороться, а вот как именно, сегодня спросим у психолога Ольги Гарнику. Ольга, доброе утро! Доброе утро! Ну, все знают, что нормально волноваться перед экзаменом, все мы волнуемся и так далее, но когда это все переходит какой-то в панический ужас, что нам делать? Да, важно понимать, что это абсолютно нормальная реакция нашего организма на какое-то нестандартное событие, действие, ситуацию, которое происходит не каждый день. Вообще в этот момент в организме вырабатываются гормоны и нейромедиаторы, такие как кортизол, пролактин, тестостерон, адреналин, норадреналин. И именно они имеют такое воздействие на наше состояние. А физиологию, конечно же, очень достаточно сложно контролировать внутри себя, но с этим тоже справляться можно. Очень важно давать себе возможность заземлиться, успокоиться и вернуть себя в реальность, потому что волнение, которое уже становится деструктивным, которое нарастает с сумасшедшим интенсивностью, его уже будет сложно контролировать, когда оно будет на пике. Поэтому важно подготовиться к экзамену и к своему состоянию заранее, потихоньку понимать, что это произойдет. Вообще мы беспокоимся не о самом экзамене, а о том, какие принесет последствия сдача или не сдача, какой балл будет и все остальное. И вот с этим нужно разбираться с собой до экзамена и объяснять себе, что это не конец жизни, что всегда есть варианты, что можно пересдать или можно подготовиться. Точно так же стресс, тревога, они наши верные спутники и друзья, потому что если мы не будем беспокоиться о предстоящем экзамене, мы не будем к нему готовиться. То есть у нас вообще все взаимосвязано и важно понимать, что без этого мы далеко не уйдем на самом деле. Важно возвращать себя в реальность, потому что когда мысли набирают вот эту сумасшедшую какую-то тенденцию, когда в голове уже целая катастрофа, понимать, что это экзамен, я готовился, я учил, я знаю, я могу, я сдам, если не сдам, пересдам, попробую еще раз. Важно возвращать себя в состояние реальности и убирать вот эту катастрофизацию, которая происходит в голове у человека. То есть немножко обесценивать важность этого события в своей жизни. Не то чтобы обесценивать, а понимать, что это не крайняя какая-то точка, всегда же есть выход. Все люди совершают ошибку и все ошибки можно исправить при условии, что для человека это ошибка. Но многие из нас были студентами, школьниками все были и все мы помним, как это волнительно. И самое интересное, что зачастую еще, когда, ну, будучи совсем юными, мы не умеем как-то и время распределять, и все в итоге откладываем на самый последний момент, потом понимаем, что уже, ну, допустим, себе билеты выучить невозможно, и тут начинается уже такая паника. Есть даже какой-то синдром тревожный, который именно с вот такой вот паникой связан. Как с ним бороться? Что с этим делать? Важно обратиться за помощью, если мы говорим про подростков, которые заканчивают школу, там, 15-16 лет, очень важна включенность родителей, потому что подросток действительно ему сложно еще выстроить график, понимать, что надо сделать, что нужно лечь спать, что нужно успокоиться, что нужно кушать, что нужно гулять. Очень важна физическая активность, давать возможность организму отдыхать. И, конечно, родители здесь это главные помощники, которые могут помочь своему ребенку наладить этот режим, включиться, помогать ему контролировать и поддерживать то, что сейчас происходит. А вот как родителям не передавить? Потому что можно же, наоборот, своим контролем немножечко переволновать человек. А с другой стороны, как бы и не контролируешь, и ничего не делает, не готовится. Да, вы знаете, у меня сын, ему 9 лет, он сейчас сдавал экзамен в музыкальной школе. Я, собственно, на него не давлю никак, но он был на жутком стрессе. Вот он в день экзамена, у него распевка там им дают, 2 часа, когда он играет. Я думала, на аккордеоне он у нас играет. Он этот аккордеон уже куда-нибудь вот закинет, потому что он тренировался, репетировал, ходил, а у него не получается в день экзамена. И он ничего с собой сделать не может. И здесь родителю очень важно дать ребенку возможность переживания, сочувствия, именно поддержки. Что все хорошо, с тобой все хорошо, ситуация стрессовая, волнительная, но все хорошо. Тебе там не будет ничего за то, что если что-то пойдет не так, что мы справимся. Обязательно важно спросить у ребенка, могу ли я тебе сейчас как-то помочь? Как я могу тебя поддержать? То есть не фантазировать, я принесу ему шоколадку, я ему скажу, брось аккордеона в стену, например, пусть ему отцы выйдут, а обратиться непосредственно к своему ребенку и спросить, что сейчас ему поможет и поддержит его. А вот есть еще такая ситуация, когда люди очень спокойно себя ведут относительно до подготовки, готовятся, все понимают, где-то волнуются, а вот в час икс полностью начинают терять контроль за ситуацией. Blackout. Что делать в таком случае? В таком случае нужно выйти. Очень важно дать организму переключиться на что-то. Эффективно будет сделать какие-то минимальные физические упражнения. Поприседать там 10-15 раз, выйти на свежий воздух, умыться холодной водой. То есть переключить внимание стресса, немножко сдвинуть его и на тело взять фокус, на свое тело и таким образом взять над ним контроль. Это как перед академическими, так и перед какими-то практическими экзаменами подойдет? Подойдет, абсолютно. Есть что-то, что нельзя делать перед экзаменом? Нельзя учить до последнего. Вот эта ночь не спать с энергетиком, писать дипломную работу, но как же, если дедлайн? Ну, надо было раньше. Важно дать себе возможность отдохнуть, потому что если будет бессонная ночь, я не рекомендую ни в коем случае принимать сильные успокаивающие какие-то препараты. Что-то совсем минимальное, если совсем там зашкаливает. Но не перегнуть ни в коем случае, не увеличивать дозировки, не употреблять энергетические напитки. И поспать, отдохнуть, хорошо позавтракать, съесть полезную здоровую еду, шоколадку можно получить, глюкозу в крови, которая тоже будет способствовать и успокоиться. Ой, вот мы только заговорили об этом. Я не знаю, как могут школьники не волноваться, когда я уже заволновалась. Вы вспомнили музыкальную школу, и тут отдельные слова поддержки хочется передать всем учащимся музыкальных школ, потому что, не знаю, как сейчас, но когда я училась, экзамен выглядел таким образом. Ты заходишь, перед тобой инструмент, и сидит шесть или семь очень взрослых человек. С оценивающим взглядом. Тебе нужно сыграть произведение. Ничего страшнее в моей жизни, наверное, не было. Ольга, спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в гости и поддержали тоже ребят, у которых впереди сложные экзамены. Мы желаем всем удачи, а у нас в гостях был психолог Ольга Гарник. Хорошего дня, Ольга. Спасибо, до свидания и вам.